Депутаты приняли закон об освобождении местных сельскохозяйственных продуктов от НДС. Это мясные, мучные, молочные продукты, а также овощи, фрукты и ягоды. Страна смогла дойти до уровня полного обеспечения себя зерновыми и на 80% картофелем. Однако доходы земледельцев от этого не повысились. Причина в устаревшей сельскохозяйственной технике и самой технологии производства. С сегодняшнего дня ситуация для них меняется. Для мелких хозяйств появляется возможность стать поставщиками сырья для более крупных. Ведь основной причиной медленного развития малого и среднего бизнеса на селе является отсутствие надежных источников поставок сырья и товаров. Этот закон был принят накануне Цагансара, дня, когда всего должно быть вдоволь и в достатке. Поэтому мы вносим в закон большую символичность. В дальнейшем все будет в избытке. Последствия прошлогодней бескормицы привели к массовому падежу скота. Общий ущерб составил 534 миллиарда тугриков. Сегодняшние нововведения помогут скотоводам, оставшимся без средств к существованию, подняться на ноги, считают разработчики. Однако освобождение от налогов сельскохозяйственной продукции негативно повлияет на бюджет страны. Все эти нюансы были тщательно рассмотрены сначала посткомитетом по бюджету, а затем в ходе парламентских чтений. От принятия этого закона бюджет пострадает в общем на 4,5 миллиардов тугриков. Мы уже нашли пути компенсации этой суммы. Еще одним плюсом нового закона станет то, что освободившись от налогового гнета, местные производители смогут улучшить качество продукции, увеличить объемы экспорта. К примеру, Россия с населением 150 миллионов человек импортирует мясо из далеких Аргентины, Австралии и так далее. Соседняя Монголия имеет все возможности выхода на этот крупный рынок сбыта мясной продукции. Мы придерживаемся политики ограничения и защиты от налогов на импорт с внешней стороны. Другими словами, мы пытаемся оградить своих производителей от конкуренции аналоговых импортных товаров, которые завозятся по намного меньшей цене. Улучшаем их конкурентоспособность. На весенней сессии мы утвердим правовые акты, направленные на эти начинания. Таким образом, реализуется политика по поддержке производителей. Также на общем заседании депутаты обсудили законопроекты об обеспечении жендерного баланса, о нововведении и изменении закона о правительстве, закона о трудоустройстве и о Национальной комиссии по правам человека. Тумура Чир, Станислав Казагаев, Нямбаяр, Аист Монголия.